Улыбните мои котята, с вами Прико и добро пожаловать в Wolf Tales. Уж простите меня, здесь у нас ночь снова, а утро ждать еще несколько минут. Но я уже снимаю видео, да, я просто не обратила внимания, что здесь наступила ночь. Итак, вы просили меня выполнять вместе с вами квесты, давайте посмотрим, что у нас здесь на пятой главе квестов. То есть какие квесты нас ожидают на пятой главе, какие можно будет выполнить и в этом видео, какие оставить на потом, потому что они будут очень длительными. Ну здесь в принципе очень-таки простые квесты. Копайте участки вашего логова, давайте сразу сюда и перейдем. Так, а у нас будет пятеро-то, давайте в логово перейдем, посмотрим, есть ли у нас там во-первых пять мишек, будет ли столько раз, два, три, четыре мишки. А, кстати, мы можем, знаете, что сделать сейчас? Мы можем перейти в магазин и попробовать призвать мишку, потому что сегодня за призывом я животных не занималась. Давайте сделаем это вместе с вами, посмотрим, кто у нас здесь получится. Дайте редкого мишку десятого уровня, хочу редкого мишку десятого уровня. Так, это у нас какой, бурый медведь, да? Бурый медведь. Хорошо, спасибо. Но я сейчас играю за мишку тоже десятого уровня, поэтому я его менять не буду. Ну что же, давайте теперь заставим всех копать логово, отправляем всех на раскопки, на раскопки. Так, отлично. Ленивец, по-моему, редкий. Так, ну все, все заняты у нас работой, значит, скоро, в скором будущем мы выполним этот квест. Дальше по квестам посмотрим, что у нас есть. Так, копайте, можно сказать, мы уже выполнили. Победить любой вражеский клан, 10 раз уже победить вражеский клан, причем с альфой. То есть нужно будет 10 раз победить альфу, то есть это очень сложный квест, но то есть он не то, что сложный, он простой квест. Но будет занимать много времени, поэтому мы его пока оставим на потом. Так, потратить очко навыков, так, насчет поражения зверей еще тоже пока что 8 очков, 8 очков навыков, а у меня всего лишь 0, да? Прикольно, у меня 10 уровень, но здесь тоже этот квест тоже очень много времени тут будет занимать. Да, сложный квест. Ну хорошо, смотрим дальше, что торговать с кланами 3 раза, 3 торговли, у меня опять же боевых очков не хватает. Так, еще, повышайте уровень любого клана любым способом, то есть здесь можно будет задонатить мишек после того, как они освободятся с раскопок, то есть это задание выполнимо. Поразить волка и нанести урон, то есть вот это вот задание, нанести урон, поразить волка, 13 волков уровня 5 и выше, а также кабанов уровня 5 и выше, можно будет сейчас повыполнять, попробовать хотя бы часть из этих квестов. А, еще здесь нужно повысить репутацию клана, ну это тоже не проблема, это просто когда будем донатить мишками в союзный клан, будем автоматически повышать и репутацию. Ну что ж, значит разобрались с квестами, да, выходим наверное из логова, пока мишки у нас занимаются раскопками. И, к сожалению, здесь все еще ночь, я думала, что очень надеялась, что уже наступило хотя бы раннее утро. Посмотрим по карте, уровня 5 и выше, нам нужны волки и кабаны. Так, здесь у нас волки недалеко есть и вот кабанчики есть недалеко, возле логова, ой, возле клана. Ну и возле логова тоже, в принципе, давайте в ту сторону кабанчиков зайдем. Ой, ну мишка, мишка, давай быстрее катись, ты мой шарик хороший, что ты мой. Посмотрим там какие кабанчики, если будут пятого уровня очень часто появляться, то в принципе там и останемся. Если же нет, если там будет в основном четвертый уровень и ниже, то, к сожалению, дислокацию нам придется поменять, да. Так, ты у нас какого уровня? Четвертый уровень, ну вот, этого я и боялась очень сильно. Так, а ты у нас какой уровень? А ты вообще третий уровень? Ну, так не пойдет дело. Зато по дамагу мы уже выполнили квест, что ли? Потому что так быстро. Вот пятый уровень, кстати. Вот он записался в квест. Один, да, у нас записался, отлично. Так, третий уровень нехорошо. Так, а ты у нас кто? Опять третий уровень. Ну, слушайте, здесь пятый уровень очень редко появляется, поэтому 13 штук найти я не знаю. О, здесь шестой, шестой, правда, бывает. Может быть, стоит даже и остаться, но не знаю, судьба не судьба будет. Шестой, ух ты, может быть, на этом местечке у нас шестой появляется, распавнится, да? Тогда тут стою, жду новеньких. Жду новеньких. Так, ты у нас какой пятый, отлично. Ну, в принципе, реально, реально, я уже вижу, что реально выполнить здесь квест. Главное, отсюда не уходить с этого местечка. Так, ты у нас какой? Седьмой. Ух ты, ничего себе. Тут даже седьмой уровень, хотя по карте, по-моему, до какого уровня было? С третьего по пятый, а тут шестой и седьмой появляются. Это с чем связано? Карта нас обманывает? Или это связано с тем, что я здесь с десятого уровня и в караулю стою? Так, еще один. Ой, ну четвертый, нет, четвертый не засчитается, жалко. Так, сколько нам еще нужно? Еще семь штук нужно найти. Так, все, на одного уменьшилось. Шесть тогда будет. Так, лечиться не забываем, конечно же, это все хорошо, но они очень больно бьют, даже если мишка, учитывая, что мишка десятого уровня. А, тут третий, но мы тебя трогать даже не будем, уходи. Цель я с тебя сниму, сейчас немножко подлечусь, а то мало ли, да, пятый уровень, это очень хорошо. Но придется того третьего уровня тоже побить, наверное, нет. Может быть, пронесет, потому что на его месте же ведь тоже появиться должен какой-то новый кабанчик. Так. Ты у нас пятого, да? Сколько у нас еще осталось? О, три штуки, три кабанчика, отлично. Реально, выполнить здесь квест, а я очень сильно переживала, что придется куда-то бежать, искать их, да, ищу тебя. Так, ух ты, и мы еще два очка заработали, между прочим. А нам нужно десять очков по квесту потратить. Ну, ты не засчитаешься, очень жалко. Очень-очень жаль. Так. Еще одного, последнего. Эй, а, ну ладно, давай тебя. В принципе, ты подходишь ко мне по уровню. Поближе просто нужно подойти. И квест по кабанчикам у нас выполнен. Ну, смотрите, как быстро мы это все сделали. Так, по поводу клана. Это мы на потом уже, как я говорила, потратите очко навыков. Ну, у меня там всего два очка, в принципе, тратить-то некуда. Давайте посмотрим, может быть, что-то нужно будет увеличить. Вот эту, допустим, ага, вот эту способность давать в лечении увеличим на два очка. Вот два очка потратили из восьми, да? Там восемь очков нужно было потратить. Да, восемь, я почему-то думала десять, нет, восемь. Угу. Улучшите свою репутацию. Ну, здесь давайте повременим с этим. Пойдем, скорее всего, мы за волками сейчас. Волки у нас вводятся вот тут, тоже недалеко. Давайте пробежимся немножечко вперед. Шестьдесят метров здесь все-таки. Ага. Так, далеко-то недалеко, но они там за скалкой, да? За скалой, вот в этой расщелине. Угу. Ну, надеюсь, нужный нам уровень, да? Нужный нам уровень, и это хорошо. Тринадцать штук. Ой, здесь третий тоже уровень появляется иногда. Это плохо. Это уже плохо. И все, да? Только два волка здесь получается. Респавнится. Иногда бывает третий уровень, да? Здесь вообще даже двух нету. А где остальные? А, вот они. У-у-у, плохо. Плохо дело, думаю, что я здесь застряю. Ну, давайте, наверное, другое что-то поищем. Так, другое, другое. Волки, волки, волки. Вот здесь, мне кажется, будет само то. Давайте пойдем туда, по карте. То есть назад. Так, а ты у нас какой уровень? Подожди-ка. Мимо пробежала. Ты у нас какой? Пятый. Ух ты. Давай, тебя тоже побьем. Ты у нас засчитаешься. И вон того проверим. А, тут четвертый. Нет, мы его не будем трогать. Время на него тратить. Побежим, наверное, вперед. Посмотрим там волки. Какого уровня я уже пропустила-то? А, не второго, четвертого. Нам же пятого нужно. Я неправильно пометку поставила. Нам же пятый уровень нужен. Так, слушайте. Нам придется, наверное, здесь остаться. Потому что другого варианта я не вижу более подходящего. Лисички есть. У волки вот есть. Восьмой, десятый. Но здесь уже посложнее будет, да? И подальше. Ну, да. На мишке это будет далеко. И сложно бежать. Давай, прыгай. Ты прыгать же умеешь, надеюсь? Отлично. Так, через клан я не хочу бежать. Я его еще не атаковала. Поэтому придется здесь вот в обход пойти. Кажется, я добежала до того самого места. Так, вот, вижу одного волка. Но почему-то всего лишь одного. Еще и девятого уровня. Очень сложно будет его побеждать. Так, но зато прокачаем мишку хорошо. И он один-единственный здесь появляется. И больше нет. Если один, то это будет сложный квест. Нам еще десять штук надо победить. Так, а. Ты меня сам нашел. Не я тебя нашла, а ты меня нашел. Молодец. Ну, в принципе, реально так, конечно, его побеждать. Просто нужно на месте стоять и ждать, когда он появится. Еще один. Так, есть где-то. Это уже десятый уровень. Ничего себе. Тут надо лечение постоянно включать. Это очень сложно будет. Угу. Так, это у нас уже сколько? Пять из тринадцати. Еще восемь штук надо. Так, я не вижу. Я в этой темноте вообще никого не вижу. Так, вот. Вон они откуда появляются. Ну, оттуда бегут. Надо, наверное, туда тоже пойти или здесь стоять просто. Так, еще семь, значит, нужно будет. Угу. Быстрее бы появлялись. Так, не вижу, не вижу пока. Ага, есть. Вот. У меня цель, видите, кнопочка активная становится. Значит, появился волк. Ой-ой-ой. Осторожно, осторожно. Бьет больно. Тут бы подлечиться сейчас мне не мешало. Потому что у меня сейчас 167 хп-шки. Это очень мало. Зато прокачка такая, знаете, неплохая идет на волковку. Вон там еще один появился. Но я лечение включила. Давайте немножечко подлечимся, а потом уже на него нападем. Итак, хп-шки набрали. Теперь можем нападать. Но он почему-то далеко от меня отбежал. Я думала, что он рядышком со мной. И нету телепортации к врагу, к сожалению. Очень удобная вещь. Она у меня есть на волке, на лисице. Сразу телепортируется. Так, отлично. Ждем следующего. Так, а здесь он где? Куда пропал? Эй, ты где? Я опять тебя не вижу. А, вот он. Угу. Давайте бять ап тоже. Десятый уровень, конечно, уже сложнее намного. Но мы справляемся. Глянем, сколько нам тут нужно еще. Еще четверых, в принципе, неплохо. Так, вот сзади еще один появился. Отлично. Девятого уровня. Хорошо, когда на одном месте выполняешь квест. Не бегаешь по всей карте. Как сумасшедший, да? И не ищешь. Нужны два в животных. Я уже, по-моему, об этом не раз говорила. Это плюсы волфтейлса. Причем огромные плюсы. Так, нету, что ли, никого? Вот, есть еще один. Так, и это у нас второй, да? Еще третьего, четвертого найти получается. Еще двоих. Угу. Давайте вот так вот побегаем. Уже утро, кстати, светает. Хорошо, скоро светло будет. Скоро начнется день. Так, подлечимся маленько. Это двенадцатый, я так понимаю, если я не ошиблась в просчетах. Так, давайте посмотрим, какой это был. Да, это был двенадцатый волк. И последнего волчонка ждем. Последнего, последнего. Где ты, где ты, где ты? Сейчас же только... Ого, вот оно. Все, десятый уровень. И сейчас подведем итоги выполнения наших квестов. Нужно будет зайти в логово для того, чтобы засчитались квесты по раскопкам. Иначе они не засчитаются. Вот, поэтому зайдем в логово. Так, и у нас здесь происходит что-то такое страшное. Прям невероятное. По-моему, еще не все выкопали. Да, еще, видите, раскопками очень многие занимаются. Один только освободился у нас, мишка. И поэтому нужно будет еще немножечко подождать. Но считайте, видите, три участка из пяти уже выполнено. Раскопано, да, три участка из пяти. Но почему-то заняты все. Анимация стоит на всех мишках. Но три участка. Ну ладно, еще два участка сейчас скоро уже, 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 уже скоро выполнятся. Можно сказать, что эта часть квеста уже выполнена. Дальше, смотрите, мы четыре части квеста выполнили. Нанесли урон, поразили волков, кабанов по 13 штук. И раскопали участки логова. Вот, остальные, конечно же, будем тоже выполнять. И по большей части вместе с вами. Чтобы вы понимали, как это все делается, да. Но я думаю, что здесь вообще абсолютно ничего сложного нет. И закроем пятую главу этой истории. Потом уже перейдем на шестую главу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны. Чтобы не пропустить следующие серии по игре WolfTales. А с вами была Кошечка Прико. И увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok